Дом физкультурника центральной автотранспортной конторы Дом физкультурника центральной автотранспортной конторы Дом физкультурника центральной конторы Дом физкультурника центральной конторы Дом физкультурника центральной конторы Дом физкультурника центральной конторы В течение 10 дней мы даем им теорию по очень широкому кругу вопросов Гораздо больше, чем может быть им сейчас надо Так они, по крайней мере, некоторые считают И даем возможность на себе испытать То, что дается в теории, это все правильно, что оно применимо в жизни Что оно расширяет их возможности Мы им рассказываем, как тренировать способности Как их развивать после семинара То есть семинар, он не готовит экстрасенсов За две недели там, или за неделю, упаси бог Мы так никогда не говорили и не считаем так И те, кто нас обвиняют в этом, они абсолютно не правы Мы никогда такого не заявляем Мы даем направление Может быть толчок, можно так сказать Направление в развитии То есть люди после семинара должны представлять, как развивать себя, как себя совершенствовать А здесь они пробуют То есть это своеобразная лакмусовая бумажка Вот то, что здесь происходит Она показывает ребятам Даже если у него что-то не получается сейчас Вот есть люди, которым они доверяют И, скажем так, соседи, школьники вместе учатся там и так далее Не получается у меня, но получается у Маши, там, у Пети Которым я доверяю, которых я хорошо знаю Значит, это действительно есть А раз получается у Пети и у Маши, чем я хуже их Значит, и я могу И таким образом люди, пробуя, ошибаясь иногда Они двигаются вперед, они развиваются Мне бы хотелось вот сейчас На своем личном примере Почувствовать, что же все-таки происходит Вот во время этих упражнений Попробуем? Ну, давайте попробуем Вот одно из заблуждений Или точек зрения, которое существует Что есть феноменальные люди Типа Кашпировского, Джуны, Чумака и так далее Вот только они могут что-то там сильно передавать А мы люди простые, вот ничего не можем Давайте сначала попробуем Показать, что и вы Все время хотите вы этого или нет В окружающем пространстве излучаете поля Где есть информация о том, что вы думаете Что вы ощущаете Какие состояния вы испытываете А девочки, они попробуют за вами, ну вот Пройти То есть мы тоже сработаем в режиме Информационный след, так называемый Когда оператором будете вы, а экспертами Девчонки А потом попробуем и обратную задачу Хорошо? Ну что, приступаем? Давайте Посмотрим, что у нас ничего не просвечивает Ну что, микрофон платите Ну что, Юра Выбирайте себе эксперта Вставайте перед ним И когда будете готовы Можете двигаться по любой траектории По любой траектории, которая вам нравится А как движение какое-то медленное? Как хотите Сначала медленным начинаете Потом можете менять и скорость движения Так, можно, да? Да, пожалуйста Сложнее траекторию можно делать Это И скорость можно менять уже Вот попытайся даже как бы убежать потихонечку Так от этого эксперта Пока, убегай пока Тебя догоняют, ты убегай Как-то ты плохо убегаешь Робко очень Ну как, хвостик не отстает? Иди сюда Давай следующее возьмем эксперта, если хочешь Допускается, чтобы способности у оператора были не очень хорошо развиты Если с учительностью эксперта послабее Ну тут оператор должен мощнее работать Больше брать на себя То есть результат всегда зависит от двоих То есть ответственность, как говорится, надо делить пополам Понимаете? Таня по-опытнее человек Она лучше владеет собой Поэтому ей проще такую задачу решать Ну Оксана пока только первые шаги, что называется, делает Мы видели, что она волновалась Допустим А волноваться это уже не экспертная работа Это операторская работа Эксперт должен быть очень спокойным Должен быть замедленным Он не должен наносить свое «я» Иначе будут искажения Не будет нужный результат Я бы хотел задать вопрос тебе, Таня Вот скажи, как ты вот завязанными глазами Идешь, вот чувствуешь, что я иду быстро Меняю, так сказать, траекторию Каким образом все это происходит? Ну, я не знаю Вот раньше, да, я как-то чувствовала самого человека полностью Вот какой-то вот поток идет от человека И чувствую Если рука поднимается, то вот поток такой идет И я поднимаю руку А сейчас вот я, не знаю Я вижу точки Голова это точка Руки это точки Ноги точки Если вы поднимаете правую ногу Значит, поднимается правая точка Какие точки? Темные или светящиеся? Темные такие точки Вот у меня четыре точки Туловища нет Вот эти точки Пять точек Они у меня двигаются То есть, если двигается вот правая точка верхняя Я знаю, что это рука И что вот она делает Тут как-то Ну, я это чувствую И повторяю Вот то, что она сейчас описывает вам Это модели То есть, это ее представление Понимаете? О том, как получается процесс На самом деле, все выглядит вообще по-другому Это просто ее восприятие Ее ощущения И, ну, скажем так Обучать этим представлениям Вот, или этим ощущениям других Это бессмысленное занятие Потому что люди разные вообще Тот же самый результат Вот сейчас получит, допустим, другой эксперт Он напишет свои ощущения Совсем по-другому То есть, ну, как сказать В данной ситуации вообще На это даже обращать внимание не стоит Что она видит, там, что она чувствует Она чувствует Как это можно описать словами? Другой видит, допустим Он просто видит закрытыми глазами Как вы ходите Ну, как он видит? Он может видеть так, как вы есть Может, как-то немножко по-другому Ну, и что? Важно-то что? Что мы сможем людей выводить На эти состояния, понимаете? Важно, что они получают информацию В отличие от других людей То есть, как-то по-другому А это же сказывается на принятии решений То есть, они решают задачи Которые неразрешимы Для неподготовленного человека А вот этот режим, который мы здесь видим Он демонстрационный Он учебный Но если люди могут решать эти задачи Значит, можно научиться решать Более сложных Практических, что называется Не на семинаре, а там, в жизни Понимаете? Ну что ж, вот сейчас мы попробуем Это упражнение с другими семинаристами А после этого я сам хочу Так сказать, проиграть эту ситуацию Попробовать Как же я буду ощущать всё это? Ну что ж, давай Пожалуйста, да, начинайте Может быть, кому-то из вас покажется Что внешне всё выглядит очень просто Очень часто бывают ошибки То есть, всё не так просто Результат этот, который вы видите Он достигнут путём долгих тренировок Бывают ошибки Если у экспертов чувствительность похуже Если оператор делает ошибки То есть, работает неправильно Не соблюдает определённые правила Три девочки, которые идут впереди Первая это Вика Это сотрудник центра Таня Это вот второй эксперт Которая повязка на глазах Это дилер наш То есть, это наш представитель Гала Это семинарист Но у неё второй семинар уже А вот девочки Средние Юлия и Таня Ну не первый раз на семинаре Но уже тоже что-то они чувствуют Вот сейчас, Юра Можно менять уже и траекторию И так, и, как говорится И скорость там Всё сложняет задачу И скорость, Юра, меняй скорость Ну, сложнее всех Таней, конечно Самый последний Можешь бегать даже Это вполне допустимо Только через провод не бегать Достаточно Я думаю, достаточного Я бы сейчас хотел сам попробовать И после этого мы, так сказать, подведём Итог вот этим упражнением Хорошо Танечка Танечка Развяжи повязку, пожалуйста И завяжи Юрий Завязывай, завязывай Итак, сейчас мы посмотрим Что может получиться Если вот Один человек уже чуть-чуть обучался На семинаре А второй совсем не обучался Вообще, можно было эксперименты Даже не ставить Чтобы сказать Какой тут будет результат По логике вещей По логике вещей Юра не должен Пройти за своим оператором Что мы сейчас хорошо и видим Чтобы выполнять Такую простенькую задачку Нужно действительно тренироваться Нужно кое-что знать Что-то уметь Внешне всё выглядит просто, конечно Это я прекрасно понимаю У некоторых из зрителей Наверное, может ложиться впечатление Что когда вот наши эксперты Ходят по следу То они или подсматривают Или слышат шаги Или у них микрофон где-то спрятан Откуда-то чего-то передают Это далеко не так Тот, кто не хочет верить в это Ради Бога Это, как говорится, дело каждого Мы не собираемся никому Навязывать своё мнение Доказывать что-то Просто те, кто хотят разобраться И действительно на себе испытать это И научиться этому И понять, почему эти вещи возможны Они приходят на семинары И обучаются Но вот Юра сейчас В чем он молодец? В том, что он пытается Пробует И без теоретической подготовки И без специальной подготовки То есть без тренингов Он, тем не менее, пытается Эту задачу решать Давайте остановимся Андрей, ну вот Сейчас я убедился в том Что, в общем-то, никаких Скажем, ощущений у меня не возникало Скажем, никакой дополнительной информации Я не получал Ну, а ты убедился в том Что у меня вот это всё не получилось Так, почему так произошло? Ну, вопрос достаточно сложный И достаточно простой одновременно Дело в том, что Ну, во-первых, существуют Разные режимы работы То есть экспертный режим И операторный режим То есть надо уметь работать И в том, и в другом То есть эксперт тот, кто хорошо принимает Оператор тот, кто хорошо передаёт Я говорю, что есть тут Определённые закономерности Принципы, правила Которые нужно знать Чтобы получить результат Ну, во-вторых, у нас на семинаре Действует такая формула Результат будет в том случае Если есть большое желание Если есть возможности Если есть способности Когда работают два человека Результат будет зависеть уже от того Как развитые способности У того и у другого То есть, в принципе Мы получили нормальный Прогнозируемый результат Вы не должны были ничего Ощущать и чувствовать Чего-то там дополнительного И так далее Почему? Ну, у вас способности Такие, какие они Вот есть, скажем так Другое дело Можно ли их развивать? Мы убеждены, что можно Вот эти ребята этим занимаются Они делают первые шаги На первый взгляд, конечно Всё выглядит Просто Одели повязку, прошёл Ну, или мы уже так привыкли Скажем так Нам просто кажется Для других, может быть, это сложно Может, кто-то не верит В то, что такие вещи возможны Но они возможны Когда ребята спокойные Вы видели на предыдущих занятиях Они эти вещи решают То, кто поопытнее Он уже и в экстремальных ситуациях То есть в стрессовых ситуациях Может по-прежнему решать эту задачу Можно решать задачи более сложные И вы тоже сможете Если потренируетесь Скажи, а есть люди Которые совершенно невосприимчивы Вот к этим вещам? Нет таких людей Нет Просто люди, так сказать Неразвитые в этом отношении, да? Да То есть при большом желании Можно сделать так Чтобы всё будете очень хорошо чувствовать За очень короткое время Продолжение следует...